Всем привет! С вами Берсик, и в этом видео я сделаю обзор на монстряшку, которая никого не оставит равнодушным! Авиатроттер! Авиатроттер новая героиня Школы монстров, которая появляется в мультфильме Freaky Fusion, или по-русски Монстрические мутации. Соответственно, коллекция тоже называется Freaky Fusion. Новые персонажи этой коллекции продаются в необычной упаковке. Для сравнения я хочу взять коробку Страх Камера Мотор, и мы видим, что коробка Freaky Fusion немного больше. Также отличается ее форма. У Freaky Fusion зигзагообразная форма, напоминающая молнию. Из-за этого коробка достаточно устойчива. Соответственно, она черного цвета и покрыта теми самыми цветными молниями по всей поверхности. На передней стороне коробки есть герб Монстр Хай, надпись Монстр Хай. В левом верхнем углу есть маленькое изображение DVD полнометражного мультфильма Freaky Fusion, который выходит осенью 2014 года. Сразу в глаза бросается надпись, которая находится внутри коробки. Этакая завлекалочка. Два монстра в одном, кукла может стоять самостоятельно, просто праздник какой-то. Также на передней стороне коробки есть информация о том, что это гибрид, ее имя Авиатроттер, информация о том, что она дочь Кентавра и Гарпи. Конечно же, здесь есть название коллекции Freaky Fusion. Обратите внимание, что многие надписи сделаны на элементах монстряшной машины времени. Из этих элементов также выходят молнии. Прозрачная пластиковая часть коробки, за которой находится кукла, неоднородная, а имеет волнообразный рельеф от одного угла коробки к другому. Арт персонажа по традиции находится в правом нижнем углу, и он очень крутой. Авиа здесь застыла в динамичной позе, как будто бы встала на дыбы. Она смотрит на нас чарующим и одновременно зловещим взглядом. Очень характерный и интересный арт. Арт в полный рост находится с задней стороны коробки. Нет какого-то определенного фона, просто молнии и розовое облако. Здесь также есть надпись Monster High, девиз Monster High, имя героини Авиатроттер, часть ее анкеты. И внизу задней стороны коробки присутствует описание сюжета мультфильма Freaky Fusion. Причем она расположена внутри рамочки, которая представляет собой детальки машины времени. Сюжет этого мультфильма заключается в том, что монстряшки находят древнюю мастерскую какого-то ученого, и перемещается во времени на 200 лет назад, к истокам школы монстров. Но когда они пытаются вернуться домой, они попадают в вихрь, который объединяет некоторых монстров в одно целое. Происходит тот самый Freaky Fusion, дословно причудливый сплав монстряшек. При помощи гибридов, новых монстров в школе, они узнают, как управлять своими комбинированными телами, и вместе решить общую проблему — спасти Фрэнки. Таким образом, производители сохраняют интригу и не рассказывают нам, что же такое произошло с Фрэнки, и почему ее надо спасать. Поэтому узнаем мы это только, когда выйдет мультфильм. Как я поняла, новые персонажи школы монстров — Нейтан Рот, Бонита, Авиа Троттер и Сирена Фон Бу — уже были рождены гибридами, а перемешались в машине времени известные нам монстряшки, такие как Дракулаура и Робе, Которли и Клео и прочие. Обратите внимание, что порядок расположения информации на задней стороне коробки такой же, как у коллекции Страх Камера Мотор. Я так счастлива встретиться с Ави, долго-долго ее разглядывала, это не вошло в видео, но была такая у меня пауза просто на то, чтобы разглядеть ее, потому что она такая классная. В комплектацию куклы помимо ее самой входит желтая расческа и дневник. У куклы нет подставки, потому что у нее четыре лошадиных ножки есть, ей не нужна подставка. Прикреплена она к красивому и детализированному заднику, который пока что плохо видно, поэтому давайте скорее откреплять куколку. Задник коробки перемещает нас в кабинет монстряшного профессора. Тут и банки-склянки всякие, и машина времени, которая представляет собой электрический вихрь, куда улетели все монстряшки. И с возвращением, откуда у них возникли некоторые проблемки. Также в этом кабинете есть черепки Монстр Хай, косточки, в общем, все как надо. Дневник Ави красно-белого цвета. Среди белых узоров на этом дневничке присутствуют черепки Монстр Хай. На передней стороне дневника есть надпись Монстр Хай, имя героини Авиатротер, а также ее обращение. Ты можешь получить от меня копытцем, если прочитаешь мой дневник. Серьезно, ты можешь! Внутри дневника есть много записей героини, на разлинованных листочках, и на последней страничке дневника есть ее анкета. Из дневника героини я узнала, что Нейтан Рот, Бонита и Сирена Фон Бу ее лучшие друзья. Она рассказывает, что Сирена свела их всех вместе, и дружба их началась именно благодаря ей. В средней школе с Авией приключилась не очень приятная история. К ней подошел молодой вампир и попросил поприсутствовать на дне рождения его маленького брата покатать детишек на летающей лошадке, то есть на ней самой. Это привело Ави в бешенство. И тут как тут появилась Бонита и Нейтан, которые решили уладить конфликт, но вампир собрал коалицию и стал преследовать ребят по коридорам. Откуда ни возьмись, появилась Сирена, нажала на какой-то камешек на стене и открылась потайная дверь, где все ребята смогли спрятаться и спастись. С тех пор они неразлучные друзья, и они считают, что в какой бы школе они не учились, они всегда могут положиться друг на друга. В ее дневнике даже есть упоминания Вероники фон Вамп. Нейтан Бонита, Авиа и Сирена, иду в кинотеатр на фильм, где в главной роли как раз Вероника. Кстати, для Ави в кинотеатре оборудованы специальные стоячие места, потому что в обычные она, конечно же, не вписывается. Авиа была очень скептически настроена по поводу поступления в Школу монстров. Она даже говорила нехорошие вещи о Школу монстров, жутко нервничала. Все дело в том, что она не обычный монстр, естественно, вы это сами видите, и из-за этого у нее в жизни бывают проблемы. Как я уже говорила, к ней иногда странно и не очень хорошо относятся, и она очень боялась, что в Монстр Хай будет так же. Но когда она получила письмо о зачислении, она даже прослезилась, потому что на самом деле обрадовалась. И она очень верит, что в Школе монстров ее начнут принимать такое, какая она есть. И она не ошибается, потому что это главное правило и девиз Школы монстров — быть уникальным, быть собой. Как я уже говорила, отец Ави — кентавр, а ее мама — Гарпия. Кентавры в греческой мифологии — это дикие смертные существа с головой и торсом человека на теле лошади. Они обитатели гор и лесов и отличаются несдержанным и буйным нравом. Гарпия тоже существует из древнегреческой мифологии и представляет собой полуженщин, полуптиц с крыльями и лапами грифа, острыми когтями, но при этом головой и грудью женщины. Соответственно, Авиа Троттер, которая сама является гибридом, произошла фактически от двух гибридов. Вот такая вот жгучая смесь. В школе монстров отец Ави ученый, он разрабатывает монстряшные лекарства, а мама Ави — его ассистентка. Они познакомились, когда работали в монстряшной лаборатории доктора Буллеттла. Как мы помним, это отец Джейн Буллеттл. Они влюбились друг в друга не сразу. Отец Ави любил погулять по джунглям, изучать окрестности и иногда убегал очень далеко. И однажды он вот так пропал, началась молния, гроза, и маму Ави отправили отыскать ее отца. Она долго его искала, в итоге нашла, но по пути она повредила себе крылья и ногу. В итоге отец Ави донес ее на себе до лагеря, и они влюбились друг в друга. Такая милая история. И Авиа, кстати, очень сильно гордится своими родителями и тем, что она их дочь. Она гордится ими, даже несмотря на то, что они относятся к разным видам. И она у них получилась такая вот необычная, у нее иногда из-за этого бывают проблемы. Но в любом случае она уникальна, и когда она придет в школу монстров, я уверен, ее никто не будет там обижать. Авиа Троттер 17 лет. Ее фамилия Троттер переводится с английского как Рысак. Эта лошадь способна к бегу быстрой и устойчивой рысью, а еще так называется порода лошади. Авиа любит одеваться в стиле наездников. Она еще та конная модница. Новая пара перчаток может заставить ее скакать от радости. У Авиа есть недостаток. Она упрямая. Она ненавидит, когда ей управляют. Если она приняла какое-то решение, то все, это железно. И она едва сдерживает себя, чтобы не встать на дыбы. Это очень интересное противоречие этого персонажа, потому что, как мы знаем, лошади управляют, когда ездят на ней. Но Авиа не любит, когда на ней ездит, и не любит, когда ей управляют. Она еще не нашла себе питомца, который бы мог идти с ней нога в ногу, поэтому у нее нет питомца. Ее любимое занятие мчаться, как ветер. Она может бегать галопом, когда угодно и где угодно. Ее больная мозоль заключается в том, что она не любит, когда ее просят покататься или подбросить куда-то. Она говорит, я не пони на карнавале, и я вас никуда не подброшу. Всем известно, что кентавры не катают. Но, так как у нее есть крылышки, то все думают, что она не обычный кентавр, и, наверное, она их покатает, повеселит. В общем, Авиа это очень не любит. Ее любимое занятие в школе это физкультура, потому что там надо много бегать. Ее нелюбимое занятие это плавание. А все потому, что ей приходится очень долго сушиться после этого занятия, чтобы пойти на следующее. Ее любимый цвет красный. Она считает, что это очень классный цвет, идет всем наездницам, и ей безумно идет. Соответственно, ее жакет позиционируется как красный. Но, если приглядеться, он ярко-розовый, поэтому это такой странный моментик. И, кстати, на арте персонажа она все-таки в красном жакете. Ее любимая еда овес, кукуруза, люцерна и коктейли с пырея. До этого обзора, честно говоря, я не знала, что такое люцерна и пырей. Люцерна это такое растение полу-кустарник, пырея это травянистое злаковое растение. А еще она любит яблоки и сахар, как и все лошадки. У Ави фиолетовый цвет кожи, более темного оттенка на ее лошадиной части тела. Образ куклы очень круто и подробно детализирован. Можно затеряться во всяческих аксессуарах и детальках, поэтому я начну по порядку. С самой верхушечки, соответственно, с ее шляпки. Шляпка представляет собой маленький черный цилиндр, типичный аксессуар для верховой езды. Он украшен розовым ремешком с четырьмя большими перышками с черной прорисовкой. К шляпе прикреплены ремешки, которые соединены на подбородке. Расстегнув это крепление, можно снять эту деталь с куклы. Эти ремешки представляют собой лошадиную уздечку, но без удил. Удила используется для того, чтобы управлять и контролировать лошадь. Но так как на Ави никто не ездит, а никто ей не управляет, то у нее есть только уздечка, а удил нет. У Ави лошадиные ушки, очень изящной формы, без сережек. У Ави ярко-синие волосы с бирюзовыми прожилками. Цвет невероятно красивый, мне очень нравится, потому что он переливается и поблескивает. Волосы собраны в хвост черной резинкой. Они приятные на ощупь, мягонькие и достаточно плотненькие. Волос у куклы много. У куклы хорошая прошивка волос. Особенно хорошо это видно около ушей, практически нет пустых пространств. Для сравнения я взяла Хоулин Вульф. Около ее ушек очень много пустого пространства, как будто лысые места. Хвост куклы сделан из таких же красивых бирюзовых и мягких волос. Только у хвостика моей Ави есть такая вот одна длинная прядка, которую я, наверное, подстригу, чтобы волосы были одной длины на ее хвостике. Мне хвостик прям очень нравится. Чего-то я заладила, нравится, нравится, но, честно говоря, я даже сама не ожидала, что мне будет все настолько нравится. И вот сейчас я буду рассказывать про лицо куклы, и я считаю, что ее лицо это просто шедевр. Главная деталь ее лица, конечно же, яркие, диковинные ресницы, которые представляют собой перья какой-то прекрасной птицы и напоминают нам о родстве куколки с гарпией. Этот необычный макияж делает куклу уникальной. Ее глаза обведены красной подводкой, а ее ресницы представляют собой перья, похожие на витражи. Здесь и зеленый, и розовый, и красный цвет. Также присутствует черная подводка. Два крайних перышка выделяются из общей массы. Одно направлено вверх, другое вниз. Радужка глаз голубого цвета с белыми прожилками. Также голубой цвет присутствует в верхней части белка. У куклы темно-фиолетовые губы, которые застыли в легкой и очень упрямой улыбке. У нее интересное выражение лица. Губы как будто бы сжаты, и как будто бы она такая прям угрюмая, упрямая девочка. Но все равно меня эта девочка очаровывает, и ее лицо не кажется мне злым. Губы у нее достаточно широкие, не бантиком. Брови у Авии тоже фиолетового цвета, только более светлого оттенка. Они не очень тонкие и изогнутой формы. Нос у куклы достаточно большой, выделяются ноздрии, и он немного приплюснутый. Вся мордашка практически квадратной формы, и эта мордашка моя любовь. Еще одна деталь, которая досталась Авии от Гарпии, это ее крылья. В дневнике Авии я прочитала, что она бежит по пляжу, и своими крылышками ловит ветер, и практически летает. Практически? Это что же получается, крылья Авии не дают ей радости полета? Может быть, Авия правда не умеет летать, как птица, из-за того, что ее крылышки слишком маленькие, а тело слишком массивное и мускулистое. Вот если бы у нее были большие размашистые крылья, как у Пегаса, летающего коня, то другое дело. Или хотя бы такие крылья, как у Малефисенты. Кстати, Малефисенты, может быть, поделятся с тобой, и ты сможешь полетать. Ну, а истину о том, умеет летать Авия или нет, мы узнаем, когда посмотрим мультфильм. Крылья достаточно короткие и покрывают плечи куклы. В кукле столько деталей, что крылья даже немножко теряются на фоне других аксессуаров. Крылья прячутся под огромным хвостом из волос куклы, немножечко мешают движению ее рук, и после того, как снимаешь резиночку, которой были соединены крылья, я заметила, что они очень слабенько держатся на кукле. Да, крылья съемные и держатся слабовато. Цвет крыльев отличается от цвета тела куклы. Они бронзово-черного цвета с бирюзовым на краях, как будто бы цвет переходит из черного в бирюзовый. Они выполнены из плотного резинового материала и имеют рельефы перьев из внешней и из внутренней стороны. А теперь начинаются лошадиные детальки образа куклы. И первая деталь, которую я хотела бы отметить, это лошадиная упряжка, которая начинается на ее талии, представляя собой ремень, от которого отходят жгутики. Эта деталь одежды напоминает мне модную на сегодняшний день портупею, которую одевают многие девушки. На передней части упряжки красуется длинная цепочка с подковой. Чтобы снять переднюю часть упряжки, нужно открепить ее в трех местах. Одета кукла в клетчатый блестящий жакет ярко-розового цвета с короткими рукавами и отвернутым воротничком. Изначально этот жакет планировался быть красным, как вы помните. Но почему-то производитель сделал его все-таки ярко-розовым. Жакет приталенный под грудь, на груди имеются сборки. Он на маленькой липучке с передней стороны. С задней стороны жакета имеется большая дырочка для крыльев. Оборки нижней бирюзовой кофты торчат в вырезе пиджака в верхней части, а также выглядывают из-под пиджака внизу. Это создает многослойность образа и мне нравится такой стиль. Мне так нравится Авиа в одной этой кофточке, которая по цвету так сочетается с ее волосами. Кофточка очень приятная, нежная на ощупь. У нее красивый объемный воротник, сама кофточка под грудь. И сзади у кофточки открытая спинка, очень удобно для ее крылышек. Липучки находятся в двух местах, на ее шее и талии. Если снять кофточку, можно увидеть, что у Авиа специфическое тело и под грудью у нее есть шарнирное соединение. Этот шарнир может двигаться немного вперед и назад, а также крутиться. Талия Авиа тоньше, чем у других монстряшек. Для примера я взяла похожую по цвету кожи Джейн Буллитл. Другие куклы Монстер Хай немного выше, чем Авиа, но в основном это обусловлено тем, что у них есть обувь на каблуке или платформе. А у Авии только копытца. В точке пересечения человеческого тела куклы и лошадиного присутствует рельеф шерсти или перышек. Руки Авии имеют перьевые рельефы. Ее кисти окрашены в черной перчатке для верховой язды с декоративными бирюзовыми оборочками. Фиолетовый браслет на правой руке достаточно большой. Он представляет собой спираль из ремешков с пряжками и рельефом в форме маленьких кружочков. На левой руке у нее широкий красный браслет с пряжкой ремня. Переходим к самой главной части этой куклы, лошадиному телу. У пряжка обвивает ее лошадиное тело и представляет собой смесь ремешков, цепочек и подков. Крепление у пряжки находится на пузике и легко снимается. Левое бедро лошадки украшено черепками Монстер Хай и точечками лавандового цвета. Такое же украшение есть на ее правой ножке в верхней ее части. Ножки Авии украшают массивные украшения с ремешками. На каждом из них по 6 серебристых пряжек. Ремешки не обвивают ногу, а чуть-чуть выступают от основной части и тем самым держатся. Но держатся, честно говоря, слабовато. Некоторые из них я пока оставила прикрепленными невидимой резиночкой, потому что при манипуляциях с ногами лошади они очень легко спадают с ее ножек. Копытца имеет перьевой рельеф, еще одна отсылка к гарпием. Они шарнирные, это очень прикольная фишка этой куклы. А еще с внутренней стороны они вогнутые, это создает реалистичный эффект. У куклы есть еще один аксессуар черного цвета, который поддерживает хвостик и он не снимается. У куклы длинноногое, спортивное, стройное тело с очень хорошо проработанной мускулатурой. По размеру она намного меньше, чем лошадь директрисы Бладгут. У нее 16 точек шарнирности, просто с ума сойти! Производитель, видимо, решил сделать настоящую маневренную лошадку. Давайте покажу ее шарниры. Шея, плечи, грудь, локти, кисти, передние ноги в основаниях, коленях, копытцах, задние ноги в основаниях. Шарниров в коленях и копытцах на задних ногах нет. Видимо, это сделано для устойчивости куклы, чтобы ее ножки не разъезжались. Если выгнуть передние ножки максимально вперед, а задние назад, то это выглядит вот так. Соответственно, можно выгнуть и в противоположную сторону ножки. Вот это максимально, сколько они могут выгнуться. У задних ножек меньше угол маневренности. В коленях они сгибаются чуть больше, чем на 90 градусов. Аналогично на 90 градусов можно согнуть копытца. Кукла устойчивая и может стоять самостоятельно даже на трех копытцах. Авиатроттер — моя любимая кукла из коллекции Freaky Fusion. Она такая большая, уникальная, стильная, красочная, сумасшедшая, спорная, и она точно никого не оставляет равнодушным. Теперь, когда ко мне будут приходить гости, я в первую очередь буду показывать им Ави, чтобы произвести впечатление, потому что она такая необычная, и своей необычности даже затмила мою скелиду Калаверос. Я очень полюбила эту куклу и персонажа. Теперь у меня даже язык не повернется назвать ее страшным монстром, как я подумала в начале, когда увидела промо-фото. Ведь Ави не виновата, что у нее такие разные родители, и она получилась такая вот необычная. Самое главное, что она плод любви, и она очень добрая девочка. Ребята, как вы относитесь к новой гибридной коллекции? Может быть, ваше отношение изменилось после моего обзора? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Мы с Ави прощаемся с вами, чаще улыбайтесь, любите котиков и коняшек, всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова